Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в нашей виртуальной студии в гостях боец Fight Nights Мурат Мачаев, которому 28 января представит бой против Диего Брандау в Махачкале. Мурат, здравствуй! У нас для тебя много вопросов и всего лишь один неприятный и достаточный вопрос. Давай начнем с него. Вопрос следующий. После твоего боя с Арнавским у тебя состоялось интервью, в котором ты в довольно агрессивной манере вел диалог. Насколько я помню, был вопрос о том, что ты провел скучный бой и ты этому активно сопротивлялся в интервью. Вопрос, собственно, в следующем. Это твоя привычная манера вести диалог или просто тебе неприятна эта тема? Просто на тот момент немножечко замучились этой темой, что я скучный боец, не покажу зрелищный, зрелищный бой и так далее. Это уже был, наверное, сотый человек, который мне это говорил и в комментариях везде мне это писали, поэтому как-то отреагировал так. А так, в принципе, я спокойно ко всему отношусь. Есть бойцы, которые устраивают зрелища и показывают там красивые бои. Есть бойцы, которые работают на результат. Я себя отношу к таким, стараюсь сберечь свое здоровье, а те бойцы, которые показывают зрелищные и красивые бои, как правило, они чередуют победы с поражениями. То есть, обычно твоя манера такая спокойная, как сейчас, я надеюсь. Да. Хорошо, скажи, пожалуйста, по поводу твоего будущего соперника. Он стал известен для тебя не так давно. Хватит ли тебе времени на подготовку? Я так понимаю, что это два месяца до твоего боя осталось. Как ты сейчас проводишь? Какой у тебя режим? Готовишься ли ты? Где ты готовишься? И какие у тебя планы до боя? Ну, уже меньше двух месяцев осталось. Когда мне сказали о бою, было два месяца. В принципе, если нормально в физической форме находишься, поддерживаешь физическую форму, два месяца это достаточно для подготовки к бою. Я думаю, все нормально будет и хорошо подготовлюсь к бою, хорошо себя чувствовать буду. Если не будет никаких травм, то, думаю, хорошо выступлю. Планируешь готовиться в Москве все это время? Ну, первый этап подготовки у меня в Москве пройдет. Дальше, уже ближе к бою, ну, я на 9 января купил билет домой уже, и 9 января собираюсь домой, и там уже 20 дней до боя буду. А в следующие три недели. Расскажи, кто твой спарринг-партнер в Москве, кто помогает тебе готовиться? Ну, много сейчас спарринг-партнеров. Мы сейчас начали с утра тренироваться в новом зале Маэстро Академии, она находится на Серпуховской, и там Малиф Пираев, помогает Магомед Юнисилаву, помогает Шамиль Амиров и так далее. Там много ребят хороших ходят, просто некоторые ребята, они немного легче весом, поэтому не так активно участвуют в помощи подготовки к бою, а те ребята, которые более подходят по весу, стик, мутуев, я с ними работаю, стараюсь работать с ними побольше. Расскажи, на чем ты делаешь основной акцент подготовки, потому что соперник у тебя очень серьезный, собственно, это боец UFC, которого уволили не потому, что он плохой боец, а потому, что он скандалист. Расскажи, какие у тебя особенности сейчас есть в подготовке к нему? Особенности? Ну, на данный момент я вхожу в общую физическую форму, можно сказать, да, таких особенностей сейчас нет, это общая подготовка идет в плане физических, в плане кондиций. Хожу в режим, ближе уже к бою, когда отходят на второй план силовые тренировки, тогда уже начинаются уже такие индивидуальные подготовки персонально под соперника, там, отработки каких-то там комбинаций и так далее. Ну, мой соперник, у него слабая вольная борьба, я думаю, проблем не составит его переводить в партер, но, при всем при этом, он очень хороший грэпплер и неоднократный чемпион мира по грэпплингу, и, в принципе, я бы хотел провести с ним бой в стойке и попробовать силу, но, опять же, это зависит дальше, как пойдет, как пойдет, можно сказать, да, но постараюсь как можно больше времени проводить в стойке. То есть ты принимаешь во внимание пожелания наших зрителей, да, вести более зрелищные бои? Да, вот мне самому хочется попробовать и посмотреть, что из этого получится. Главное, не нарваться на лаки-панч, как говорят многие. Ты сейчас разговаривал о работе в партере, согласен ли ты с мнением Мамеда Халидова? Он однажды сказал о том, что в России очень хорошо идет самбо и бокс, но очень, ну, не очень слабый, но как бы партер отстает, так скажем. Согласен ли ты с этим? Возможно, отстает немного именно джиу-джитсу от мирового уровня. И вот грэпплинг у нас, честно сказать, на уровне. У нас многие ребята очень хорошо борются и в плане, знаете, в каком плане? Наши ребята, наверное, умеют лучше комбинировать смешанные единоборства с грэпплингом, с борьбой. Потому что, допустим, на мировых чемпионатах по грэпплингу, наши грэпплинеры, может, не показывают лучшие результаты, да, но в то же время, именно в боях, наши ребята неоднократно уже выигрывали многих черных поясов. Тот же самый известный боец, наш Хабиб Нурмагомедов, он уже ни одного черного пояса выиграл. Даже по факту базовый ударник Никита Крылова, он уже трех или четырех черных поясов обыграл. Поэтому, я думаю, если чисто брать грэпплинг, возможно, там, бразильская и американская школа обыгрывают наши. Но в плане комбинации ударной техники и грэпплинга, я думаю, наши бойцы ничем не уступают. — Скажи, в чем секрет такого успеха дагестанских бойцов UFC? — Дагестанских бойцов? Вы знаете, это, наверное, с детства, когда у людей нет, у ребят молодых, нет условий в залах никаких и нет другого выхода, кроме как тренироваться, да, чтобы пробиться, можно сказать, да, у людей. И, наверное, это и есть мотивация, это и служит мотивацией, когда ребята ходят и полностью себя отдают этому виду спорта, ходят в зал, можно сказать. Когда молодой парень только начинает заниматься этим видом спорта, и у него там все есть, ему всего достаточно, он никогда не будет полностью отдаваться. И то же самое взять там залы, если брать там полностью оснащенный зал, уже начинают там капризничать молодежь, грубо говоря, в этом плане. У нас там есть залы, к примеру, всем известный зал «Скорпион» в тайском боксе. Не один чемпион мира вышел из этого зала, именно по тайскому боксу, кикбоксингу, но, если вы его увидите, сам этот зал, я не знаю, вам, наверное, смешно станет, это просто очень маленький зал, там, я не знаю, сколько там, квадратура 10 на 10, наверное, и ничего в этом зале нету вообще, абсолютно, это вплоть там даже гвозди из пола торчат, такой старый, потрепанный зал, но оттуда ушло очень много чемпионов мира. Вот, я, наверное, думаю, в этом и причина, это и закаливает, наверное, характер тоже наших бойцов. И когда растут с этим совсем, с этим, ну, это и есть стимулы, мотивации, когда наши бойцы так в тяжелых условиях растут, поэтому, наверное, они добиваются больших результатов. Буран, ты знаешь, у нас сложилось интересное такое обсуждение в комментариях, где тебе вопросы задавали. У нас обычно всех бойцов, которых приглашаем в студию, всех спрашивают, когда они появятся в UFC. Тебя тоже об этом спрашивали, разумеется, но также параллельно было довольно много пожеланий, чтобы увидеть тебя в ACB. Скажи, пожалуйста, поступали ли тебе предложения, и вообще было бы тебе интересно подраться с бойцами из этой организации? UFC именно? ACB. ACB? Для начала, и у меня все обсудим позже. ACB? ACB, да, мне поступало предложение выступать в ACB. Ну, я бы и сам не хотел бы выступать в этой организации, потому что там выступает, именно в этой организации выступает много ребят, которых я знаю лично, и много бойцов из Кавказа. А как бы мне не хотелось бы драться, можно сказать, со своими земляками, да, я не люблю драться с бойцами из Кавказа, из Дагестана, из Чечени, в частности. И, можно сказать, если подписывать контракции себе, я думаю, в любом случае это будет происходить, потому что там подавляющее большинство, 70-80% бойцов там именно из Кавказа выходцы. Поэтому мне не хотелось бы скрещивать шпаги со своими земляками. И поэтому, можно сказать, плюс еще у меня контракт, во-первых, с Fight Nights организацией, во-вторых, у меня дружеские отношения с самой организацией Fight Nights. Я выступаю в ней с самого первого турнира. И, можно сказать, эта организация, она пробила, да, мне дорогу в спорт. Люди, которые руководят этой организацией, они всем мне помогали. До того момента, пока я познакомился с Камилом Гаджиевым, я уже думал оставить спорт. У меня там тяжелый период был, да, нужно было как-то зарабатывать на жизнь. Я уже хотел оставить спорт и там искать работу и так далее. И эти люди помогли мне. Благодаря им я добился какого-то результата. И поэтому это будет немножечко непорядочно и не по-мужски с моей стороны, если сейчас я оставлю, можно сказать, Fight Nights и подпишу контракт с ACB. Ну, ACB с тобой тоже не хотят драться. Мы спрашивали, ребята, по этой же причине, да, поэтому как-то... Мурат, смотри, у нас еще есть вопросы из чата. Давай поговорим тоже, продолжим тему ACB. За кого ты будешь болеть на ACB 50, который будет в Санкт-Петербурге? За Раисова Юсуфа или за Марата Балаева? Честно вам скажу, я не видел ни одного боя Марата Балаева. И, честно сказать, даже не знаю, откуда это боится. И так получилось, возможно, он хороший боится и хорошо выступает. Просто как-то получилось, что я не смотрел его бои. Юсуфа Раисова бои я видел, но лично я с ним не знаком. Ну, о нем очень хорошо отзываются ребята. Наверное, по этой причине, может быть, я больше предрасположен как-то. Болею за Юсуфа Раисова. Не знаю, может, здесь я познакомлюсь с ними поближе, или я как-то поменяюсь на меня. Мне бы не захотел, чтобы они вообще пересекались в клетке, да, но так как это будет состояться на данный момент, но это как-то внутренне, да, больше я за Юсуфа Раисова переживаю. Вот как раз этот бой, очень интересно, что у ребят очень большая разница в возрасте, 20 лет. Вот ты как опытный боец, скажи, пожалуйста, тебе доводилось вообще встречаться с людьми, которые у тебя или сильно старше, или сильно младше? Вообще как-то сказывается это на... Или, может быть, сказывалось у тебя на ведении боя? Какие-то есть особенности? Мне приходилось встречаться, допустим, мне приходилось встречаться в коллекте с Венером Галеем в ринге. Он старше меня, порядочно старше меня. Но если это возраст уже, знаете, возраст, тот возраст, в котором уже боец идет на спад, уже когда его физические, функциональные кондиции уже на спаде, это, конечно, играет свою роль. Но если это возраст, там, допустим, если сравнивать бойца, которому 20 лет, и бойца, которому там 30 лет, 30 лет, это, можно сказать, самый пик после 30 лет, уже боец на спад идет. И вот, где-то 30 лет, я думаю, там разницы не будет в физических или функциональных кондициях, разница будет лишь в опыте. И опыт будет, конечно, на стороне того бойца, который более возрастного бойца. Ну, да, поговорим по поводу UFC. Все мечтают тебя там увидеть, естественно. Скажи, какие-то планы есть уже на этот счет? Честно сказать, UFC-переговоры уже, мне постоянно этот вопрос задают UFC-переговоры, и тут уже около трех лет. Так. Через разных менеджеров, через кого только они пробовали. Они постоянно одно и то же говорят, они все, там, хороший боец, мы его подпишем, ждите. Ждите. И вот так. Один период был, они сказали, короче, все, ждите, мы его подписываем, сейчас подберем соперника, и контракт вышлем вам. И я 7 месяцев ждал, нигде не уступал, ждал от них контракта. Они так и не отправили контракт, и я дальше начал продолжать выступать. Причины неизвестны? Причины неизвестны, даже сейчас, на данный момент, даже, можно сказать, месяц назад с ними переговоры вели. Они опять сказали, все, там, хорошо, мы его подпишем, скорее всего, ждите. Я даже визу открыл американскую, не знаю. Если будет возможность, может, слетаю туда, на сборы потренироваться с нашими ребятами. То есть, это сейчас, на данный момент, опять в процессе переговоров, в принципе, такой вариант есть? Есть вариант, но я не знаю, честно сказать, уже три года они завтраками кормят, я уже тоже, уже не молодой боец, уже возраст, мне 30 лет недавно исполнилось. Я уже не грежу мечтами, и все уже как-то укоймахнуло это все. Скажи, а какие-то другие варианты, например, WSF, что ты рассматриваешь, как твои коллеги, например? WSF, они предлагали мне контракт, но вы знаете, наверное, не тот гонорар, наверное, за который я бы хотел выступить, во-первых. Во-вторых, на данный момент с моим рекордом и с моим рейтингом не вижу смысла там выступать. Не знаю, мне само даже не хочется там выступать. Недавно у нас в гостях был Камил Гаджиев, он рассказывал, что, ну, поскольку часто бывают обвинения в его адрес, что он подписывает для своих бойцов, бойцов, у которых там ниже рейтинг, или которые уже возрастные бойцы, так сбитые летчики, так скажем, он говорил, что все не так просто, как кажется, что попробуйте подпишите кого-то из хороших бойцов, допустим, американских, что все заняты, или там у всех контракты, да, не позволяющие выступать. В связи с этим такой вопрос. Как ты считаешь, твои оппоненты предыдущие, это твой уровень, или все-таки ты бы мог сейчас выступать с бойцами на уровень выше, чем у тебя были до этого? Потому что, соответственно, сам понимаешь, что твой адрес тоже звучит такая критика, что ты дерешься с бойцами, которые заведомо тебя слабее. Ну, не все, разумеется, да, но многие. Ну, реально, все бойцы рейтингом ниже меня. До боя с Александром Сарнавским, Александр Сарнавский был намного выше меня в рейтингах. Он был на тот момент лучшим бойцом России в рейтингах. Не считая тех, кто подписан в UFC, конечно, ребят. Сейчас, получается, ну, грубо говоря, бойцов, которые в хорошей позиции в рейтингах занимают, они все на контрактах, то есть мне нелегко подписать. Поэтому, наверное... А те, кто идут, ну, хорошо идут, перспективные бойцы, они не хотят рисковать и, там, портить свой рекорд, потому что там есть вариант, что может проиграть боец, а все целятся в UFC, опять же, и они не рискуют, не хотят подписывать контракты. Много раз со мной отказывались бойцы драться. Не только у нас в файтнайте. Мне предлагали, там, не за границей драться, и в Китае. Я уже подписал летом, должен был в августе быть бой, я контракт уже подписал на бой. А где? Где? В какой организации файл? Глорио Фирос, что-то такое. Там боец был, опять же, бывший UFC-шник, но он не возрастной молодой парень. Я не знаю, почему он отказался, он уже в UFC выступал. Уже я подписал контракт, он после этого подписания отказался. Был боец еще один, Томни и Немаки. Он тоже в UFC дрался, он отказывался драться. Потом еще один боец, забыл, как его зовут, тоже финн, если не ошибаюсь, тоже бывший боец в UFC. Он отказался драться, в Финляндии предлагали бой, он отказался драться. И вот такие случаи бывали, когда отказываются бойцы, драться, это же, опять, даже если брать хороших бойцов, европейских и так далее бойцов, это даже бойцы те, которые уже выступали в UFC, свои силы там пробовали, но опять же, они даже отказываются, не считая, что говорить о тех бойцах, которые там, прочее будущее свое в UFC хотят. Поэтому так получается. Ты чувствуешь, что твой потенциал до конца не реализован в этом? Ну, раз я выигрывал всех этих бойцов, и многих бойцов я выиграл досрочно, финишировал, конечно, я бы хотел попробовать свою силу в UFC, потому что, ну, считается, что лучшие бойцы мира там выступают, и все мировые топовые позиции занимают именно бойцы в UFC, поэтому, конечно, я хотел бы себя попробовать, но так уж получилось, что не дают мне шанс. Мурат, тебе передают ребята из нашей группы Best of MMA ВКонтакте. Ребята, спасибо, что смотрите нас, пишите вопросы, я с удовольствием их озвучу. Есть вопрос, долго ли ты планируешь еще выступать? Ну, пока здоровье позволяет, ну, я там не планирую, там, до 40, до 50 редко Хендерсон выступать. А чего? Потому что, ну, потому что, ну, Хабиб даже говорит, что этот, он Хендерсон, я-то лично с ним не сталкивался, он сталкивался с Хендерсоном, где-то они пересекались, он говорит, разговаривает, как старый, старый, пожилой дедушка уже, видимо, не один раз по голове пропускал, конечно, всю жизнь этим спортом заниматься, и в боях, сколько раз у него, нокдауны были тяжелые, он там выкручивался и выиграл в бои, конечно, но, это же здоровье свое, и, поэтому, я года два еще планирую, устаешь от этого вида спорта, травмы постоянно. Скажите, пожалуйста, хочешь продолжить, есть идеи, чем будешь дальше заниматься, ты говоришь, два года уже должны быть какие-то мысли в голове? Есть, конечно, мысли, я бы хотел бы заниматься, наверное, вести как-то бойцов, наверное, в этом плане, вести, заниматься, подготовкой бойцов к бою, именно профессиональных бойцов. То есть, тренер высокого уровня, который уже комплексно подводит бойца, под конкретно, не с нуля, а... Да, 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 у нас немножечко эта тема плохо развита в России, потому что это не... это дело не оценивается в России должным образом, у нас бойцы не зарабатывают столько денег, чтобы они могли отдельно оплачивать там, диетолога или там, персонального тренера оплачивать, немножечко тяжело с этим, поэтому вот я сейчас занимаюсь, представляю клуб крепость, вот возможно, если будут варианты, дальше заниматься бойцами крепость, вести их, подготавливать к боям, у меня уже большой багаж, большой опыт в этом, я сам на себе все эти диеты испытывал, уже много чего знаю насчет сгонки веса, насчет подготовки, насчет восстановления и так далее, и многие молодые ребята сейчас часто со мной советуются в этих вещах, поэтому нужно было как-то свое внимание на этом акцентировать, посмотрим дальше, как будет. В России очень сложно с юридической точки зрения, то есть даже если ты сможешь в полной мере предоставлять им знания, навыки свои, очень сложно с бойцом заключить правильный контракт, который бы позволил ровно и спокойно вести деятельность по протяжении длительного периода времени. Ну, у нас немножко другая история, большинство из этих ребят, я с ними лично знаком, и они очень хорошие ребята, мы земляки, а у нас как бы многие отношения строятся без юридической составляющей, у нас то же самое клуб крепость, который я представляю, у меня с руководством клуба дружеские отношения, у нас нету никакого юридического контракта, но при всем при этом я не могу поступить как-то, меня так воспитали, у нас это моральные принципы, я не могу поступить плохо или как-то с руководством, или не согласовывая с руководством, делать какие-то какие-то вещи, то, что не понравится руководству клуба. Ну, то есть, в общем, тебя это не остановит. И в США тоже есть такой опыт, тренер Тима Сильвии, ой, менеджер Тима Сильвии, там 50 бойцов, что ли, ведет подобным образом, все без договора. У нас в Дагестане очень часто строятся отношения на доверие. Камил Каджиев, опять же, сказал по поводу ведения допинг-контроля, что в России на данный момент это невозможно, потому что наши бойцы не готовы, не сами не готовы, как бы, не готовы нашей индустрии, так скажем, ММА, предоставлять питание, чтобы человек правильно питался, предоставлять ему знание об этом, то есть он может выпить там, грубо говоря, какой-то энергетик к нему вовремя и попасться на допинге. Согласен ли ты с этим? Как с этим вообще бороться? Конечно, согласен, допустим. Во-первых, это все очень дорогостоящее, чтобы все это оплачивать, организации понесут очень большие расходы, во-первых. Во-вторых, сами бойцы у нас не осведомлены в этом и у меня есть случай, знакомый боец, я не хочу сейчас имя говорить, он перед выходом на соревнования выпил простой флакончик что-то типа гуарана, энергетика, который сбодрит тебя, ну, кофеин, грубо говоря, выпил, он когда его покупал в аптеке, его аптекарь уверил, что это разрешенный препарат и так далее. Его поймали после этого на допинге, этот препарат, он не проходил допинг-пробу. И у нас не то, что даже спортсмены, у нас многие аптекеры или фармакологи даже не осведомлены об этом, поэтому любой бойец может на этом легко попасться, а в Америке, знаете, как бойцы делают, они все препараты, которые они принимают, они прежде чем принять этот препарат, отправляют в атлетическую комиссию на проверку. Если им добро дают, они могут принимать этот препарат. В этом плане в России очень тяжело, но это опять же вопрос, мне кажется, в деньги упирается, потому что это все должна организация оплачивать, а не бойцы со своего кармана. И многие наши ребята опять же не осведомлены, не знают ничего, они могут по незнанию, как вы говорите, то, что сказали, что какой-то продукт употребить и попасться на допинге. Есть из чата вопрос. Мастер спорта по БВМ самбо Артем Тарасов, довольно известный блогер спортивный, в одном из своих интервью сказал, что российские бойцы регулярно принимают допинг. Скажи, пожалуйста, можешь как-то прокомментировать, это правда? Ну, если какие-то бойцы попадаются на допингах, то, как говорится, есть такая поговорка знаменитая, по одной овце остальные не судят. Все бойцы, конечно, не принимают допинг, но есть такие, наверное, которые принимают, скрывают это. Естественно, они это скрывают, но я не думаю, что все принимают допинг и сидят на допингах. Опять же, тут дело осведомленности. Этим должен какой-то человек заниматься с бойцами, работать, вести его, у него должны хватать финансовые средства, средства хватать, чтобы заниматься этой. Химия, грубо говоря, да, химия называют, когда употребляют, говорят, на химии сидишь или нет, говорят. Я думаю, она не дешевая, эти все препараты, потому что даже обычные аптечные препараты, что-то типа вот БЦА, там, изолят, изотоник, вот эти препараты обычные, которые ты в плане процесса тренировок пьешь, каждый день, они стоят недешево. У многих бойцов гонорары не позволяют просто приобретать эти препараты химию, эти допинги. Поэтому я не думаю, что все бойцы на этом сидят. Возможно, кто-то сидит, конечно. В общем, кто богатый, тот сидит. Не обязательно, просто я не знаю, кто и чем занимается, конечно же. Кто-то, конечно, наверное, сидит, кто-то нет. На всех пальцах тыкать нельзя, так и говорят, что все прямо на допинге сидят. Расскажи, пожалуйста, будет ли Хабиб помогать тебе в подготовке к бою? Я думаю, нет, потому что Хабиб на данный момент он в Дагестане, но хоть я в Москве нахожусь. Когда я приучу в Дагестан, он уже улетит в Америку, потому что он будет готовиться на свой бой в Америке. И плюс у Ислама Махачева бой, у Аббакара Нурмагомеда в бой, и он им помогать будет готовиться на бой. Поэтому так получается, что вряд ли он не будет помогать готовиться на этот бой. У нас есть вопрос сейчас по поводу Тимура Валиева и Расула Мирзаева. И опять же, хотелось бы узнать твое мнение. Абдул Манав Нурмагомедов как-то сказал, что если бы эти два бойца встретились, то больше шансов на победу было бы у Тимура Валиева. Согласен ли ты с этим? Ну, во-первых, Тимур Валиев выступает не в полу легком весовой категории, а в легчайшие 61 кг он выступает. А Расул выступает в полу легком 65-66 кг весовой категории. Я ни разу не видел, как Расул согнал 61 кг и как бы он выступал в 61 кг в этой весовой категории. А о том, кто выиграет или у кого больше шансов, это можно узнать только, если эти два бойца сойдутся в клетки. Оба бойца хорошие, оба умеют хорошо бить, оба умеют бороться, и поэтому у каждого свое мнение на этот счет. Я обоих лично знаю, оба хорошие ребята, и поэтому я не буду говорить, кто выиграет, кто проиграет. Чтобы это узнать, это нужно, чтобы они сошлись в клетки. Скажи, если состоится твой переход в UFC, до чего мы все, конечно же, очень хотим, в какой категории ты мог там выступать? Легкой. Мой вес около 78 килограмм, рабочий вес, поэтому там многие полуэрхаковесы даже больше меня весят, поэтому я думаю, полулегкая. Как у тебя обстоятельства со сгонкой веса? Легко гоняешь? В 70 килограмм вообще без проблем, потому что у нас 70-300 весовой категории, плюс 500 грамм допуск, как и в UFC 70-800, 156 фунтов, это 70-750 получается. То же самое у нас в Fight Night. Поэтому без проблем особо гоняю, потому что мне гонять проходится около 8 килограмм. На данный момент для меня это не проблема. У нас там был где-то вопрос в чате по поводу встречи с Конором. У нас всех к нему отправляют, вне зависимости от категории. Как будешь с ним драться? Ну, это, я думаю, это глупый вопрос, потому что Конор считается хорошим ударником, и он ни одного человека, ни одного ударника хорошего нокаутировал, поэтому глупый вопрос. считая меня одеялом, как в комментариях пишут, борцом хорошим, неужели они думают, что я буду в стойке проводить бой. Конечно, я буду его переводить в партер и там мучить. А все-таки, возвращаясь к Тимуру, Валиева, Расул, как думаешь, у кого из них больше шансов на чемпионский пояс? Чемпионский пояс какой? А, в Софа? Да, в Софа. В Соф? Да. На данный момент у Тимура Валиева, потому что он уже не один там бой сделал и уже выиграл, сколько, 4-5 боев выиграл, я думаю, ему в следующий бой у него будет за титул. Если не следующий, то через бой. А Расулу нужно еще весь этот путь пройти до титула. На данный момент просто, просто Тимур ближе к титулу. У меня еще есть вопрос по поводу Беллатора. Не было ли у тебя идей туда вернуться? Попыток, может быть? Попыток не было. Идей тоже не было. Я уже пробовал свои силы в Беллаторе, поэтому немножко, наверное, неинтересно мне это, что ли, я не знаю. Пройденный этап, в принципе. Да. Ну, все время разговоры были о UFC, даже как-то не задумывались о Беллаторе, и не пробовали свои силы. Сейчас мне предлагают контракт в Соф. Предлагают контракт. Так. Ты не хочешь. Не, я отказался от этого контракта. Отказался, потому что они предлагают мне бой на январь. Я в январе уже подписал контракт на бой. У меня есть уже бой в январе, я просто не смогу там... А, ну ты сейчас еще сказал до этого, что они предлагают мало денег, да? Суммы, которые тебя не устраивают. Это я говорил, а в Софе. Да, в Софе. Да, и Ивану Иси тоже, наверное. Не вижу смысла там выступать, потому что мне кажется, в России... Просто мне приятнее в России выступать. Я там не заработаю тех денег, за которые стоило бы туда ехать и там в чужой организации выступать. Мне приятно в Файтанте выступать. Здесь у меня все родное, република своя родная и много наших российских болельщиков и земляков, которые за меня переживают. Мне это приятно. Мне приятно выступать в России. Там не ехать за границу, там нужно заранее лететь куда-то там в азиатские страны, в Таиланд, там акклиматизацию проходить и так далее. Это все... Ну просто... Я не вижу в этом смысла. Если бы они предложили там какую-то нормальную сумму, еще можно было подумать. У меня есть интересный вопрос по поводу Баса Рутан однажды сказал бывший чемпион ЮСи о том, что бойцы нарочно умышленно тыкают пальцем друг в другу глаза. Что такого случайности не бывает таких. Согласен ли ты с этим? Нет, я не согласен. Бывает? Бывают, наверное, ситуации такие, когда случайно пальцем попадаешь. Просто у многих бойцов в процессе тренировок вырабатывается привычка вытягивать руку вперед, когда тебя атакуют, вытягивают руку вперед и не закрытым кулаком, а пальцами вперед вытягивают. Поэтому это может случаться. Почему такая привычка? Откуда она появляется? Ну, один, инстинктивно, защита, когда руку вытягивает, поднимает, то там правым ударом бьет, левую руку поднимаешь, плечом своим перекрываешься, грубо говоря, и руку вперед выставляешь. И так далее. Это инстинктивно все идет. И это странно, что не в кулак для бойца. Кулаки обычно зажимают, когда прижимают руки к голове, а когда вперед вытягивают, обычно все пальцы вперед вытягивают. Поэтому я бы сказал, то есть случайности такие действительно могут быть? Конечно. Джонсон, Энтони Джонсон, который в 93 выступает, или как его зовут? Энтони Джонсон, что ли, нокаутер, который всех нокаутирует. У него как бы или привычка, или как наработка какая-то. Он сначала передней рукой защиту убирает, и он именно открытой рукой убирает защиту, там руку себе убирает, и заднюю руку, и наносит тяжелый удар, который уже ни одного человека нокаутирован. Он тоже открытой рукой вперед идет. Поэтому это случайность. У нас была история, Камил Гаджиев как раз на эфире у нас, там ему пришла в голову идея предложить стенку на стенку Сибиб, чемпионы против чемпионов. Что ты думаешь по этому поводу? Это было бы интересно? Мне кажется, это было бы очень, на самом деле, интересно, в принципе, между любыми двумя организациями российскими, потому что это было бы для нас что-то такое новое и действительно интересное. Твое мнение? Это было бы очень интересно публике, потому что не прекращаются разговоры о том, какая же организация лучше. Поэтому, я думаю, это было бы очень интересно публике, и это вызвало бы большой ажиотаж. Но я думаю, что это на данный момент очень немножечко нереально, потому что, ну вы, наверное, читали интервью Майя Бека Хатсиева. Насколько я знаю, Камил Гожиев был готов сотрудничать и провести такой турнир, но Майя Бека Хатсиева не захотела или там немножечко выдвинула условия, которые не только в Fight Night никого не устроили, ни одну организацию не устроили бы. Поэтому, наверное... На самом деле, происходят довольно странные ситуации, потому что такая идея была у Алексея Яценко, у Вадима Финкельштейна, у Камилы Гожиев. То есть, в принципе, такая идея и у Майя Бека Хатсиева еще до предложения Камилы была такая идея. То есть, как бы, все не против, все хотели бы, но почему-то этого не происходит до сих пор. Как ты считаешь, на твой субъективный взгляд, какие именно две организации были бы больше всего интересны? То есть, встречи между какими чемпионами, каких организаций? Я думаю, ACB и Fight Night. Потому что вся шумиха, все эти разговоры, кто сильнее вокруг этих двух организаций ведутся. Это нисколько не умиляет достоинства других организаций и их чемпионов. Просто, наверное, немножечко в СМИ это не так муссируется, не так раскручивается, как именно разговоры об ACB и Fight Night. В Ахмате тоже очень сильные бойцы во всех весоветных категориях чемпиона. Одни из лучших в мире бойцы. Но просто на данный момент все больше вокруг ACB и Fight Night эти разговоры идут о том, кто сильнее. Поэтому, я думаю, эти две организации. Давай перейдем ненадолго к вопросам, которые заданы лично тебе, как к человеку, так скажем, как к бойцу. Но, естественно, вопрос, как ты вообще в этот спорт пришел, как с тебя все начиналось. В каком возрасте ты начал заниматься спортом? Я начал в классе в шестом-седьмом, наверное, вольной борьбой заниматься. У меня дядя тренером был по вольной борьбе. Тоже уже не первый раз этот вопрос задают. Вольной борьбой занимался до 20 лет. Просто в этом возрасте почувствовал, что мне уже не светит стать олимпийским чемпионом, грубо говоря. Никаких перспектив в этом виде спорта я не видел. И решил попробовать себя в другом виде спорта. Хотел пойти на дзюдо, но сосед, друг, в то время ходил на боевой самбак Шамилю Заурову. Красный. И он меня уговорил, потащил с собой. Я тоже подумал, там, похожу немножечко руками махать научусь. И вот так попал в зал Кабдуланапа Нурмагомедова. И там и остался. Так получилось. Завис в этом зал. Скажи, ты, кстати, в команде Иглс состоишь? Нет, я стою в клубе крепость. Представляю такую. То есть переходить или там как-то совмещать это невозможно, да? Это невозможно, потому что, выходя на бой, я должен представить либо Иглс, либо крепость. Понятно. Так, у меня еще был вопрос личный, так ладно, просто я смотрю, тоже личный вопрос, пошли. Подскажи подрастающим спортсменам, как происходит процесс подписания контракта с Fight Night. Я пока найду вопрос. Контракт с Fight Night. Видимо, ребята хотят попасть, Либо через знакомство это происходит, но сейчас немножко тяжело, потому что много бойцов подписали в Fight Night. Я думаю, нужно выступать в любителях и показывать результаты в любительском ММА и в боевом самбо, так, чтобы тебя заметили, на тебя обязательно обратят внимание. Нужно, допустим, если ты будешь выигрывать чемпионат России, чемпионат мира по боевому самбо или чемпионат России, чемпионат мира по ММА, в любом случае на тебя обратят внимание и ты будешь под прицелом. Поэтому, ты спокойно сможешь, я думаю, заработать себе контракт с Fight Night. То есть предложение может поступить непосредственно от промоушена? Да, конечно. Мурат, скажи, на кого ты в детстве ориентировался? Был у тебя кто-то путеводная звезда? Может быть, какой-то кумир? Судя по возрасту твоему, это должен был быть, мы попадали все под категорию, там, кумир Джеки Чан был на тот момент, когда 30-летние были детьми. У тебя кто был? То есть, так из рестлинга кого-нибудь. Ну, я к этим фильмам не относился серьезно, потому что... Буа Серс, это не такиев. Вольно-больная борьба, да, там много было, это на тот момент борцов хороших, на которых можно было равняться. Ну, в плане, я имею в виду и в плане смешанных единоборств, потому что в фильмах это все как-то шуточно и показушно. и когда когда всю эту кухню изнутри знаешь и немножечко неинтересно будет на эти бои даже смотреть в фильмах. А так, у меня был дома диск с боями Федора и Милянька в Прайде. Я его не один раз пересматривал. Было интересно смотреть. То есть, твой ориентир это Федор, можно так сказать? когда я еще боями не занимался, даже я смотрел его в бои Федора и это вдохновляло меня, можно сказать, да. В связи с этим вопрос по поводу высказывания ребят из Ахмата относительно Федора и вообще все эти истории прокомментируй. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, не хотелось бы эту тему затрагивать, потому что это уже не единожды неоднократно муссировалось в СМИ и в интернете. Давай тогда по поводу детских боев. С какого возраста детям стоит заниматься ММА? Честно сказать, у нас самих в Дагестане иногда бывают такие детские бои проводят. Там никаких травмоопасных, ничего там такого нет уже, чтобы там до такой степени переживать за здоровье детей, потому что рядом всегда есть судья, который контролирует и вовремя восстановит но возможно возможно это не стоило транслировать на российском телевидении, на общественном канале. Почему? Ты считаешь, что мы не готовы к такому зрелищу? Знаете, это разница менталитета. У нас на Кавказе это нормально, потому что у нас там ты можешь на улице выйти и у нас там маленькие дети могут драться. В этом ничего такого нету. Это для нас для Дагестана, для Кавказа, для Чечни это нормально, когда там маленькие дети выясняют отношения на улице, на поводках. А в России может быть менталитет другой. Многие люди не понимают это. В этом может быть разница. Поэтому такие недопонимания произошло немножечко. на самом деле ты сейчас интересно сказал, потому что у нас как-то именно это не звучало, что просто мы не готовы видеть детские бои именно за то, что на Кавказе люди привыкли к этому, что это считается нормальным, а там центральные части России это довольно непривычно. Знаете, когда в школах бывает, там сзади школы песочек, площадка, короче, там кто-то ничего-то не поделил в школе, назад два школы подошли и делаются. Это у нас там стабильно ничего в этом такого нет. Поэтому у нас как-то к этому спокойно относятся. И у нас в соревнованиях детских бывает очень много. Поэтому у нас на это все нормально смотрят. Просто не нужно было на телевидении транслировать, чтобы не получил такой резонанс это дело. Спасибо. Понятно. Интересное мнение. Спасибо. У нас есть вопрос по поводу боя Владимира Минеева и Фалькао. Твой прогноз? Я думаю, Владимир выиграет этот бой Фалькао. Мне кажется, Фалькао... Ну, я сегодня в интернете видел, что Фалькао весь не согнал. Мне кажется, Фалькао уже просто несерьезно относится к этому бою. Он-то хороший боец. он... Он... он уже... Как знаете, мне кажется, что у Фалькао уже нету того огня, который бывает у бойцов, когда они идут на подъеме и у них там впереди... они видят там себе пьедестал впереди какой-то, кто ему нужно добраться. Мне кажется, это уже у Фалькао нету. Он и в Беллаторе подрался, и там, и тут. Поэтому, я думаю, мне и выиграет его. О, нужно спокойно его обыграть. Так, у нас еще два вопроса из чата осталось по поводу боя Вудли и Томпсона. Если ты смотрел, прокомментируй, пожалуйста, считаешь ли ты справедливой их ничью? Ну, это на усмотрение судей, наверное, но я смотрел этот бой, мне не показалось, что Стивен проиграл, но ведь там не было такого, чтобы явно выиграл Стивен либо Вудли. На самом деле, я думаю, это объективное мнение. Если там уже глубоко копошиться, там можно за какой-то один-два удара или какой-то один-два броска зацепиться и сказать, этот в чем-то лучше был. А так, по факту, Стивен не сделал ничего, чтобы забрать этот поиск, по факту. И Вудли, ну, Вудли иногда он до его отправил, но он пережил это нокдаун, но по факту и Вудли не сделал ничего такого, чтобы выиграть, там, уверенно сказать, Вудли выиграл, и так бы, тоже ничего такого не было, раунда в этом были. Ну, на моем мнении. Мое мнение. Вернемся немножко к теме поединков между кавказцами, так скажем, да, то есть между дагестанцами, чеченцами, да, и вот вопрос, собственно, по этому поводу такой. Если Хабиб станет чемпионом, вопрос сейчас у нас, а если он встретится дальше с Мербеком, то есть он, что делать? Что вообще нам всем делать? Ну, просто сначала, вообще, станет ли Хабиб чемпионом, как бы, может, дадут ему, в конце концов, все-таки бой UFC? Ну, на данный момент, я думаю, что так все будет происходить, что Хабибу сейчас дадут бой за временный пояс с Тони Фергюсоном. Хабиб выиграет этот бой, выиграет временный пояс, так как у Макгрегора сейчас лишили боя пояса в полулегком весе, я думаю, Макгрегору придется в любом случае биться против Хабиба, и Макгрегор отдаст свой пояс опять Хабибу, Хабиб станет полноценным чемпионом легкой весовой категории, а дальше Макгрегор вернется в полулегкий вес и опять будет там пытаться завоевать титул, опять ему сразу же дадут бой за титул в полулегком весе, я думаю, так это все будет происходить. Это мое мнение. А по поводу того, что... Да, что делать, если он с Майербеком будет встречаться? Майербек, я думаю, у него все шансы есть добраться до титула, он спокойно может быть претендентом номер один, но я не думаю, что они будут биться в клетке, потому что я знаю Майербека, я знаю Хабиба, Майербек очень хороший парень, очень уважительный и я думаю, они в любом случае не будут драться между собой. То есть просто не согласятся, да? Да, просто не согласятся. Грубо говоря, когда Кейн Веласкис был чемпионом UFC, Даниэль Кормер был претендентом в тяжелом весе, он отказывался. Что говорить, если американцы там отказываются биться за титул у себя в Америке, что говорить о наших братьях, которые там будут выступать, точно, я думаю, они будут между собой биться. Так, еще у нас закончились вопросы, которые ребята оставляли тебе в группах наших и сейчас пошли вопросы из чата. Как тебе Хельд, который проиграл Санчесу? На самом деле, на мой взгляд, это было очень предсказуемо. Я так и думал, что Хельд проиграет этот бой, потому что стилистически Диего Санчес очень неудобный для Хельда, боец, потому что Санчес очень гибкий, он никогда не проигрывал бои болевыми, он очень гибкий, у него гибкие ноги, и он выкручивается в любых положениях, он стилистически просто неудобный для Хельда, боец, во-первых. Во-вторых, Мартин Хельд, я знаю его, он всегда приезжает за три дня до боя, он никогда не проводит кемп в Америке, а этот бой проходил в Высокогорье, в Мексике, это, грубо говоря, парень там с Польши, за три дня до боя прилетел в горы, в Мексику, и пытался там биться, конечно, он ждох там, и это и было результатом этого боя, я так и думал, что он проиграет этот бой. Когда ЮСИ будет в России? Владимир Шинсайдерской информации раз тебя спрашивают. Обещают в 2017 году, посмотрим, недолго осталось ждать. Как думаешь, какой город выберут? Москву? Ну, скорее всего, Москву, потому что либо Питер, либо Москву, потому что в других городах на данный момент, да и в Москве, и в Питере нету таких арен больших, грубо говоря. Но на самом деле в России, если они даже на стадионе, там в Лужниках организуют этот стадион, забьется полностью до отказа. Просто нету больших арен. У нас сейчас мегаспорт огромный такой арен. А где он находится, я даже не знаю. На Хадынском поле, на полежаевском. Я не был там, не знаю. Она такая подходящая, мне кажется. Ну, возможно. Так, Мурат, как ты относишься к бойцам, которые скрывают тяжелые травмы перед боем? Как к ним относиться? Каждый боец на свой страх и риск это делает. На самом деле это здоровье каждого бойца и каждый сам несет ответственность за это. Ну, конечно, это, наверное, нехорошо, что скрывают бойцы, выступают. Я знаю случаи, когда бойцы скрывали травмы свои, выходили и бились. И эти травмы мешали им достойно выступить и показать результат, и они проигрывали бой. И после боя, конечно, ну, как бы, слова после боя, да, говорят, бойцы говорят, что не нужно было выступать. Зря я выступил, я думаю, я смогу там нормально подраться. Поэтому это не очень, не очень хорошо, когда бойцы делают. Но бывают моменты, когда приходится, там нужно через это перешагнуть. Вопрос по поводу прогноза на бой Федора и Дмитриона? Конечно. Конечно, за Федора буду болеть. И в любом случае, что бы сейчас ни говорили, я не знаю, я все равно скажу, что Федор выиграет. И также прогноз на бой Льюиса и Абдурахима и Шамиля. Ну, Эрик, это, знаете, тяжеловесы, там, в бою может один удар решить, все. Ну, Шамиль, он очень быстрый, тяжеловес, тяжеловес, он очень быстрый. Поэтому, мне кажется, он может обыграть Деррика Льюиса, хотя у того очень тяжелый удар. Главное, не пропустить просто Шамиля. Так, я думаю, он может его обыграть. То есть, прогноз на все раунды или досрочные? Я просто ставку собираюсь сделать, нужно узнать подробности. Если ставить на Шамиля, то я думаю, он выиграет решение. Но, учитывая, что у Льюиса тяжелый удар, то, там, если Шамиль пропустит удар, там, ну, это тяжеловес, бой может в любую секунду закончиться, да, лаки панч может быть, но я надеюсь, Шамиль не пропустит этот удар и выиграет бой. Но я думаю, решением Шамиль выиграет. Вопрос по поводу ребят, которых White Nights приглашает к себе в промоушен, что приглашают из разных видов единоборств, но не из Кудо. Почему? И вообще, почему из Кудо очень мало людей в ММА? Как ты считаешь? Честно сказать, мне само интересно, почему в ММА мало бойцов из Кудо. Не знаю. Может быть, куда исти не хотят в ММА выступать. Я знаю наших бойцов, которые выступали в Кудо это Шамхал Керимов и Шамиль, забыл, фамилию забыл, Шамиль, да. Он чемпион Европы по Кудо был. ММА выступал организацией, но они завязали уже с боями. Больше. Просто я сам тоже лично не знаю других Кудоистов. То есть, действительно мало, да? Да, я не очень интересуюсь этим видом спорта. Он вроде жесткий, такой контактный вид спорта, но я не знаю просто Кудоистов больше. Есть ли у нас еще вопросы с чатом? Есть вопрос, почему тебя уволили из Беллатора Шахбулато и Магомед Рассова? Как это было? Знаешь, что можно сказать? У меня закончился контракт с Беллатором по срокам. А Беллатор на тот момент решили, грубо сказать, избавляться от бойцов из России. Они разом подписали много бойцов из России. Наверное, планировали, чтобы подтянутся спонсора из России и так далее. На этом заработать, наверное, что-то хотели. Никакой отдачи не увидели и начали потихонечку избавляться от бойцов. Сразу со мной с Султаном Алиевым избавились от контракта с Шарбулатом. Шарбулат тогда выиграл гран-при, был претендентом, проиграл бой за пояс. Так получилось, что он еще один бой проиграл после этого и они сразу решили расторгнуть контракт. А вот у Магаид Рассула были немножечко проблемы, другие у него с визой проблемы были, почему-то американцы не давали визу. Поэтому расторгнуть контракт. Он-то был непобежденным бойцом Беллатори, поэтому они не могли наверное просто его уволить. Интересен был как боец, он был претендентом номер один. Просто визу не дали. Вопросов у нас больше не осталось? Нет, все, закончим. Мурат, большое спасибо за интервью, за твой пунктуальность, это очень приятно. Большое спасибо, я думаю, что скоро мы увидимся в 2017 году точно. Я надеюсь, ты к нам еще придешь. Большое спасибо. Друзья, большое спасибо, что были с нами, задавали свои вопросы, до скорой встречи. До свидания. Желаю победу в следующем бою. Спасибо. Спасибо.